Есть небольшой вопрос, так скорее, на смущательном уровне. Как Вы считаете, можно ли эффективно бороться с такой неприятной ситуацией? Сейчас она, к сожалению, периодически возникает. Когда идет стремление следовать буквой закона, противорезы, где исследовать его дух? Хорошо. Довольно тонко и крайне, понимаете, понятия. А для этого у человека как раз разумный танк, для этого википедии авторы все-таки, я надеюсь, все-таки люди достаточно опытные и имеют представление о том, что вокруг серьезно, а что духовно. Дело нужно соблюдать правила, если запустим это, какие-то серьезные вопросы касательно статистики или физических свойств. Дело в том, что это достаточно голосовская категория, точно так же, какие-то этические наличия здравого смысла у человека. То есть, может быть, это можно какие-то запомнилить, но можно и не. Понятие, что называется, в целом, очень долго, в одном постах, предпочтите идею, что можно, потому что я, например, не вижу его воплощение. Это, скорее, вопрос к размышлению. Я примерно понял вопрос. Значит, получается так, что с одной стороны следование буквы закона относительно локалистов, а с другой стороны духовная составляющая вообще. Слева у него можно описать, но тут путается понятие. Понятие в том, что следование буквы закона, как у нас сейчас, к активным авторам, участникам, которые вынуждены, и со четким расследованием, я уже говорил, что, значит, аноним, или, допустим, рассказывал человек, неизвестно откуда появившийся, который даже не нашел умение зарегистрироваться, хотя бы не сообщить, кто, допустим, указывает человеку, что надо написать в статье, что ведет в войну права, и потом, наконец, когда автор, основной автор, сорвается, и его составляют следовать четко буквы закона. Вот это, я считаю, не правильно. Уважаемый конец, значит, сейчас по 3 минуты, кто желает до сих пор выступить? Давайте я тогда уже побитую, и вы можете... Это сразу же, это вот как дополнение, потому что никто не имеет такого марганского права, ну, нет? Давайте, я попробую очень просто поделить. Смотрите, есть проект «Инкубат», да? Никто помнит эти пенсии, у себя, 2007-2008 года, наверняка помнит, что проблема с домом автором, была одной из самых сложных, и постоянно вокруг них не были страсти. Удалистов, инклюзионистов, некачественного контента, там еще чего-то, да? Вот был сделан проект «Инкубат». Значит, одна из основных и самых острых проблем мы взяли из себя. Теперь вот, как вы думаете, сколько... Вот «Инкубат» в декабре ему будет 3 года, да? Мы работаем только с новичками, люди, которые сделали от 0 до 10 правок, посчитали статьи стилю. То есть, как вы думаете, сколько за 3 года было автора? Было споро. Ну, для сравнения, могу сказать, что мы обрабатываем 400-300 статей в месяц. Сколько, например, прошло до 3 года, можете посчитать, сколько новичков? Ну, как вы думаете, самая электрогенная зона? Прошло 3 года. То есть, сколько конфликтов было на «Инкубаторе» за эти 3 года? Как вы думаете? Думаю, у него новое. Ну, не новое, это сколько? 50. 50. Ну, я вам могу. 0. Вот. Видите, да? То есть, нет, нет, я вручу. Нет, на самом деле, если быть совсем честным, то я вручу. То есть, у нас был один конфликт. То есть, человек пришел к нам на «Инкубаторский форум», записал следующую фразу. «Ребята, я так старался, а вы удалили мою статью, я на вас обиделся». То есть, вы понимаете, да? То есть, нет, один конфликт у нас, конечно же, не все прибыл. А сколько участников в общем «Инкубаторе»? «Инкубаторе»? Ну, этот «Инкубатор» сделан так, что ему может обслуживать один человек, помогающий. Не-не, а участников? На «Печках»? В месяц приходит 400-500 «Товечков». То есть, 10-15 статей с изберезрежения. Вот, значит, здесь было не только про удализм, потому что «Инкубатор» там решено и проблемы удализма, и проблемы коммуникации, и очень многие проблемы решены. То есть, вы просто, товарищи выступающие говорили, да, то есть, это было и про удализм, и про коммуникацию, потому что про коммуникацию тоже было очень много. Я вот в одном искуплении говорил, да, в чем обсуждается критерий ЦАДИ. «Логика не интерактовающей». Вот смотрите, мы, значит, взяли какую-то статью, которая подходит только под списки. Мы перенесли в список, но вы же согласны, что так нужно было сделать? Все говорят, ну да, согласны. Мы перенесли короткую статью из одного предложения в список. Все говорят, да, согласны. О, говорит человек, ну теперь, значит, мы можем удалять статьи, назначимую тему, потенциально развернутые, состоящие из одного предложения. Понимаете, да? То есть, человек, играя с логикой, играет очень словно, не управляющийся на это указать. Получаешь следующую игру с логикой. Если он понимает, что ему сделать ничего невозможно, начинается откровение тролика. Тут тролик на моей странице обсуждения. Иногда вопрос очень шикарный и очень красивый. Значит, слава богу, ну, некоторые вещи не очень устраиваются. Но проблема коммуникации, на мой взгляд, очень острая. И я писал в 22-м риске по НИА. К сожалению, пока я не рассмотрел этот вопрос. Но посмотрите, там раздел «Поммуникация». То есть, и я сейчас наблюдаю еще раз внутри эту проблему, в частности, вот неопридемический конфликт. То есть, все, что я там вижу, это просто-напросто люди, не умеющие коммуницировать. Там Маркантея, там Белериус, и там многие-многие другие-другие. То есть, с некоторыми удалось наладить коммуникацию. После этого, вот сразу же, как только коммуникацию удалось наладить, это очень сложно. Потому что приходится взять довольно обвинение, не слышу. Но как только коммуникация наладилась, тут же оказывается, что трансперциональная психология, научное направление, в котором есть достижения, есть недостатки. Это человек, который участвовал в группе, который стремился показать, что нет вообще никакого плюса в трансперциональной психологии. Но пробиться сквозь вот этот вот агрессивный вот слой, это шутки усилия. Так, спасибо. Значит, здесь мы поняли. Есть еще раз повторения? Коллеги, я напоминаю, что я наблюдаю вас слегка за стороны. То есть, я здесь, вы участвуете в реке, где есть вложение и правки. Но тем не менее, что я хочу сказать, вот, о предпосадящихся обсуждениях. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, психолог, который возьмет темы изучения инфидидии психологического впечатления, это, ну, как минимум, доступ, даже такой, огромный пластырь. Второе. Вот, при том, что я вот сейчас здесь присутствовал, вам не кажется, что в реке Федерии уже давно существуют некие группы, которые, группы манипуляторов, которые манипулируют массами своих интересов? Наверное, это пока еще не догадалось нашу правительство, если вы хотите сюда манипулировать, да, сразу в уши. Но, по крайней мере, ретнические группы, социальные группы такие у меня уже есть. Потому что в реке Федерии очень здорово поддается вот таким вот манипуляциям. То есть, все то, что в свое время делал товарищ Гибельс, здесь вполне проходит нормально. И третье. Вот, исходя из последнего доклада, если скажу ужасную вещь, потому что это противоречит основанной гибели, да, но мне кажется, что в России всегда, когда слишком много этой свободы, должен потом прийти диктаток, и вот все вот это вот, то, что существует плохое в этих словах, будет выкачивать. Потому что я вижу, что ростки хорошего, ростки неагрессивные, ростки хорошего контента, да, они где-то гаснут в каком-то, очень много всего. Вот так же коллега из Польши говорит, это количество в пять раз превышает в России количество конфликтов. Это, наверное, наша национальная черта, которая ведет к социальной организации. Вот для нас, видимо, диктатор является не тем, чем для других, а просто сложной социальной организацией. Так вот, не пора не прийти к идее, прийти к человеку, который наведет порядок жесткой рукой. Это, да, провокационное заявление. Я знаю, что вы сейчас тренируете. Вы согласитесь. Ну подумайте, пожалуйста, над этим. Вот эти пятиградные превышения не только над польскими, но, наверное, над другими египетиями. Не говорить мне это о тем, что русские египетия надо как-то по другому управлению. Спасибо. Так, значит, сейчас. Еще два выступления. После этого круглый стол. Очень связанно. Пояснили, а именно, проблема не может быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...